Так, моя презентация о записных книжках Чехова называется «О детали к космосу». Минутку. Хочется начать с определения записных книжек и сказать, что в записных книжках особенно очевидно проговаривается личность автора, его неповторимость и его характер. Отсюда различны причины их видения и характера оформления. Так Достоевский мог открыть любую страницу, даже частично исписанную, и зафиксировать в ней новые мысли. Чехов же целенаправленно и упорядоченно вел четыре записные книжки. Твардовский писал о рабочей тетради 40 лет, а Маяковский понимал записные книжки буквально. Он в них писал свой текст, еще не разбитый на лестнике. Исходя из авторских обозначений, возникает и разнообразие. Например, рабочие тетради, наброски, зарисовки, листки, дневника и даже замески. Помимо этого, дискретность образа времени, распадающегося на время историческое, личное, творческое, также является одним из существенных критериев записных книг. Как правило, в записных книжках XIX века времени художественное, эстетически оформленного, синкритического не возникает. А вот в XX веке записные книжки приобретают эстетический статус, что обусловлено скрещением разного типа временных пластов и возникновением на их основе художественного. Почти все пишущие о записных книжках утверждают, что факт посмертной публикации переводит их в явления эстетического характера. Поэтому нельзя говорить, что записные книжки ушли в прошлое. Записные книжки выдающихся мастеров – это хорошая школа для молодых авторов, школа писательской зоркости и внимания к явлениям жизни. Высказывания многих известных писателей свидетельствуют о том, какое большое значение они придавали записным книжкам, заготовкам к будущим произведениям. В середине 80-х годов с Антоном Павловичем часто встречался Александр Семенович Лазарев-Грузинский, который видел маленькие тоненькие самодельные тетрадочки в руках у автора. Это и были некие прообразы будущих записных книжек Антона Павловича. Подтверждение этому также можно найти и у Константина Алексеевича Коровина в книге «Из моих встреч с Чеховым», где он вспоминает прогулку в Сокольниках, в процессе которой Антон Павлович не раз доставал маленькую книжечку и что-то угловато писал в ней. Приблизительно то же самое говорил и Александр Иванович Куприн, когда вспоминал слова матери Чехова, что тот, будучи студентом, часто задумывался о чем-то, находился будто бы не здесь, и что-то быстро-быстро записывал в книжечку, а затем приходил в себя. Однако официальной датой принято считать 1891 год, когда Антон Павлович Чехов совершил первую поездку в Западную Европу. До этого же прозаик полагался на свою отменную память и держал все идеи в ней. Всего Антона Павловича было четыре записных книжки, не считая его адресных книжек, записей на отдельных листах, записей на оборотах других рукописей и дневниковых записях. Ну что же представляет собой каждый из записных книжек Чехова? Первая включает в себя черновые заметки и наброски. В ней можно увидеть адреса, финансовые расчеты, названия книг. Там соседствовали интересные задумки автора и физические неполадки организма, его будущие крылатые выражения и рецепты. Во вторую и третью записную книжки занесены творческие заметки, хотя изначально они заводились для записи деловых дел. Получается, что первая записная книжка велась на протяжении всей жизни автора, а вторая и третья как бы шли параллельно с ней. Ну и, наконец, что же представляет собой четвертая? Это незавершенные записи автора. Чехов переносил в четвертую записную книжку записей с первой, но, к сожалению, не успел, так как скончался. Чувствуется, что для писателя это была очень напряженная работа, в которой чувствовался нерв. После смерти Антона Павловича его записные книжки остались у его супруги Ольги Книпер-Чеховой, а напечатаны были только в 1914 году в сборнике слова, спустя 10 лет после кончины писателя. Частичная публикация нашла свой отклик у публики. Его последними словами в четвертой записной книжке стала запись. Когда у актера есть деньги, то он шлет не письма, а телеграммы. 1904 год. Хочется остановиться более подробно на особенностях записных книжек Антона Павловича Чехова. Автор всегда мастерски умел переходить от исключительного к обычному, бытовому. Например, на сюжете пьесы «Чайка». Помимо этого, Антону Павловичу также великолепно давался переход о трагическом, комическом. Здесь, конечно, можно привести комедию «Вишневый сад». И, конечно же, у него прекрасно получалось соединять нелепое и необыкновенное в рассказе «Человек в футляре». Для анализа записных книжек я хочу обратиться непосредственно к первоначальному источнику. Здесь я вынесла самые интересные цитаты. В чеховских записных книжках не отдается предпочтение каким-то темам. Преобладает свободная композиция. Большей частью это наброски к будущим произведениям, различные формы языковой игры, обыгрывания, имен, каламбуры и так далее. Многие записи в записных книжках Чехова представлены в виде афоризмов, заменяющих обширные рассуждения. Определенные особенности синтаксиса. Фразы краткие и легкие. Предпочтение отдается простым предложениям. Чутко улавливается синтаксическая специфика речевого портрета героев. Композиционная цельность записей, которые при всей своей краткости в несколько слов или строк являются законченным произведением по остроте характеристик, четкости формулировок и глубине смысла. Тема власти вещей над человеком одна из центральных тем Чехова. Записные книжки Чехова хранят множество потенциальных сюжетов, в которых центр фабульности составляют реалии мира вещей. Молодой человек собрал миллион марок, лег на них и застрелился. Записные книжки поражают обилием сюжетов. Не все успел использовать Антон Павлович. Неиспользованных сюжетов хватило бы еще на несколько писателей. К шутку Чехов говорил гостившим у него в Ялте литераторам «Купите у меня сюжет рассказа, дешево уступлю, особенно если оптом, у меня несколько записных книжек сюжетными». Такое богатство сюжетных замыслов обусловлено тем, что для Чехова, как писателя, представлял интерес рядовые повседневные явления современной ему действительности. Он умел вскрывать их глубокий внутренний смысл, выявлять общие закономерности, лежащие в их основании. В записных книжках можно встретить и ироничные высказывания из жизни, например, «Три совы от выстрела упали все три». Почему? Сов – падение. Или ехать с женой в Париж все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром. Большинство заметок в записных книжках уже художественно построено. Это говорит о том, что Чехов глубоко обдумывал наблюдаемые им факты, а потом уже заносил их в записные книжки. Часто заметки делались по воспоминаниям. «Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет, и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично». Таким образом, в центре творческого внимания Чехова в основе всех его заметок в записных книжках был человек с его общественной и личной жизнью, его характер и речь. Показательным для Чехова как человека и писателя то, что где бы он ни был, в Крыму, в Сахалине, в Италии, его внимание привлекали не красоты природы, не овеянные преданиями архитектурные строения, а люди. Я здесь привожу в пример высказывания Мережковского. Во время путешествия по Италии спутники Чехова восторженно любовались старыми строениями, пропадали в музеях, а Чехов занимался мелочами, как казалось его спутникам, совершенно нелюбопытными. Его внимание привлекал гид с особой лысиной, голос продавщицы фиалок на площади Святого Марка, господин, который подстригал в парикмахерской целый час бороду, непрерывные звонки на итальянских станциях. Записные книжки были лабораторией творчества Чехова. Он вносил в них свои разнообразные наблюдения и размышления над русской жизнью. В записных книжках заносился любой частный случай, привлекавший внимание писателя, и путем анализа его устанавливались особые закономерности, лежащие в его основании, то есть воспроизводился весь установившийся строй русской жизни. Целью этих исследований было определение жизни, которая есть, и жизни, которая должна быть. В записных книжках намечались мысли самого Чехова, мысли, предназначенные для отдельных героев, темы, образы, отдельные события во внешней и внутренней жизни героев, их индивидуализированная речь, пейзажные зарисовки, служащие для передачи, общей тональности рассказа или настроения героев. Заметки в записных книжках большей частью представляют собой художественные миниатюры, которые содержат в концентрированном виде основные особенности написанных произведений, где все эти заметки используются для выражения общей мысли Чехова. Основным принципом при создании произведения был принцип объективности, подтверждение своей идеи фактом объективной действительности. Поэтому Чехов писал только о том, что уже хорошо узнал. Здесь я привожу в пример цитату Сергея Ивановича Довлатова, но ее уже ранее озвучил Андрей, поэтому я не буду повторяться. И завершить хотелось бы взаимосвязью космоса и записных книжек Чехова. «Космос» от греческого «Вселенная» «Мир, мыслимый как упорядоченное единство, целое, противоположность хаосу», так и в записных книжках Антона Павловича Чехова «Царит порядок» и «Гармония». На этом я бы хотела завершить. Спасибо вам большое. Если какие-то есть вопросы, комментарии... Катя тоже на критике учится, нет? Нет. У кого в семинаре, Катя? Я на поэзии учусь у Виктора Альфредовича Кулэ. Кулэ. Тоже. Фигура нам известная, да. Для литературы и тут, наверное, самая любопытная тема. Да. Такие вот заметочки. Мы видели в литературном институте всегда, как наши такие мощные старшие товарищи, они ходили с записными книжечками и записывали прям по ходу, да? Да. Владимир Иванович Гусев очень любил вытащить тут же. Раз, ты думаешь, попал, попало. Или кто-то еще что-то. Вот какие-то такие мелочечки, обрывочки. И потом, как это зернышко потихонечку рождает, рождает образ, вырастает и все вместе складывается именно в космос чеховский, который он создал в своих произведениях. Спасибо. Любопытно. Спасибо вам. Да, я так и поняла, что Илья это знает. Да, Ольга Юрьевна, можно я как-то... А, нет, все. Я наконец-то просто могу принять участие полноценно в работе секции уже, так сказать, голосом и звуком, а не только вот какой-то беганием туда-сюда. Мне жаль, что мне в полной мере не удалось проникнуться, послушать просто доклад Андрея. Мне пришлось как-то вот просто задним числом, я не могу не сказать, что невероятно интересная тема. И, конечно, вот цитата Довлатова, из которой должно было родиться то, что родилось, это прекрасно, это соположение очень любопытное. И здесь много о чем можно подумать, конечно, не, так сказать, ну, учитывая разновеликость дарований, тем не менее. Ну, это ладно, это я наверстываю упущенное. А Кате, Катю я хотела бы спросить вот все-таки о космосе и о гармонии. Кать, как вам кажется, Катю я почему-то не... Я здесь. Ага, ага. Вот все-таки гармония Чехова, да, как вам кажется, вот насколько вот правомерно, уместно, вот что понимать вообще под чеховской гармонией, чеховским космосом, вот насколько он вот в вашем читательском восприятии, его творчество является собой именно космос и гармонию, насколько ассоциируется это понятие, что вы имели в виду, может быть, именно в вашем... Мы поняли определение, да, финальное, вот именно в вашем докладе. Вот космос и гармония Чехова. Что это? На чем основано? Или здесь не так все просто, однозначно, да, это с подвохом вопрос? Ну, с одной стороны здесь все просто, с другой стороны, конечно, сложно. Просто в том, что из каждой цитаты потом, как я уже сказала, что-то родилось, поэтому они не были такими безделушками, просто написанными от руки, ну, как некоторые, допустим, записывают что-то и выкидывают. У него каждая цитата нашла какое-то отражение в дальнейшем. Вот поэтому сложилось это в особый мир, в целую картину, такую гармоничную, то есть в космос. А с другой стороны, у него были очень разные заметки, он писал по разным темам, то есть они были настолько разнообразны, что с другой стороны сложно собрать, потому что они все совершенно разные. Поэтому здесь я понимаю это как, ну, в общем, с двух сторон, и просто, и сложно. Катя, ну вот у меня, знаете, какое соображение сейчас возникло? Дело в том, что вы опираетесь при понятии космос, как я поняла, вот больше филологически, на то, как определяется космос благодаря, так сказать, своему происхождению из греческого языка и так далее. Но дело в том, что само понятие глобальное космоса, да, оно настолько трагично и настолько негармонично, мне кажется, вот, что тут может быть вот такую оговорочку обязательно сделать, что это скорее вот ваше понятие космоса, которое вы прикладываете к записанным книжкам, оно именно и строго опирается вот на такое словарно-филологическое понятие, понимаете, исключая вот эту, понимаете, ну, действительно невероятную глобальность и невероятную трагичность космоса как такового, да, как понятие Вселенной, допустим. Вот тут вот, мне кажется, такую тонкость филолог должен себе, так сказать, учесть. Спасибо большое, хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.